Все эти отдельные миди-выходы, они просто назначены на разные каналы. Управляют разными инструментами внутри одного сэмплера Контакт и выходят на разные каналы микшера. Всем привет! На связи Денис из музыкальной школы Headliner. Сегодняшнее видео будет полезно всем, кто использует сэмплер Контакт в своем творчестве, всем, кто хочет разгрузить свой многострадальный процессор и, конечно же, всем тем, кто в комментариях задавал мне вопрос, как же настроить Контакт таким образом, чтобы можно было, используя всего один Контакт, загрузить у него несколько библиотек и управлять всеми этими библиотеками по миди, а также как вывести на отдельные каналы микшера выходы со всех этих библиотек. Давайте начнем по порядку. Реальная ситуация. Загружаем Контакт для начала. Вот у нас Контакт. Загружаем в него первую библиотеку, ну, допустим, пианинка. Загружаем вторую библиотеку, допустим, пускай будет гриппочка. Загружаем третью библиотеку, пускай будет синтезатор. И четвертую библиотеку, ну, допустим, та же перкуссия. Если я просто буду играть этим инструментом, у меня будет воспроизводиться только первая библиотека. Если я хочу, чтобы воспроизводились еще и другие, то я могу сделать вот здесь вот, в MIDI Channel в разделе, Omni. И тогда на те же нажатия клавиш откликаются сразу две библиотеки. Это можно использовать для лейеринга, когда мы хотим заснуть несколько однотипных библиотек в один Контакт. Несколько скрипок, допустим, для большей естественности, натуральности звучания, для большей жирности, плотности. В общем, понятно. Но сейчас у нас задача другая. Задача научиться играть разными библиотеками, используя только один Контакт. Для этого нам потребуются MIDI-выходы. Добавляем MIDI-out. Их можно добавить несколько, но я покажу все на примере одного. Понятно, что можно также добавить и второй, и третий. Для начала, как связать нам MIDI-out с нашим Контактом? Представьте, что Контакт это какой-то внешний железный синтезатор, сэмплер. Какое-то внешнее устройство, которым мы можем управлять по MIDI. Технология точно такая же. Если у вас есть какой-то железный синт, это можно и с ним проделать. Надо настроить эти устройства на один порт. То есть порт вот здесь вот ставим такой же, как и под капотом у этого сэмплера Контакт. Нажимаем на шестеренку. Далее заходим вот в эти вот настройки, как я говорю, под капот. И ставим MIDI-инпут-порт в то же значение, что и наш порт в MIDI-выходе. То есть MIDI-выход посылает наши сигналы через порт 0 на MIDI-вход устройства с таким же номером. Теперь, если мы будем играть на этом MIDI-выходе, у нас будет играть Контакт. Видите, происходит то же самое. Если бы у нас здесь был какой-то другой порт, этого бы не происходило. Вот я нажимаю клавиши, и Контакт не играет. Только если у нас порт один и тот же. Вот, то есть мы можем использовать несколько разных устройств и контролировать их с помощью одного и того же MIDI-выхода, меняя порт. А как же нам контролировать разные библиотеки в одном Контакте? Для этого существуют MIDI-каналы. То есть порт у нас нулевой, мы его больше не трогаем. Ну или любой другой, то есть может быть и первый, и второй. Главное, чтобы это было одно и то же число у MIDI-выхода и у MIDI-входа. Миди-каналы теперь. Если я поменяю здесь MIDI-канал. Как видим, меняется инструмент, которым я пользуюсь. Как же понять, какой инструмент на каком канале? Это как раз вот здесь вот и отображается. MIDI-чанал. Здесь у нас единичка. Здесь у нас Омни. Можно поменять на двоечку, допустим. Здесь у нас троечка и четверочка. По умолчанию они автоматически распределяются по порядку. Если бы я не менял здесь на Омни, то здесь и так было бы два. Таким образом, меняя номер канала внутри MIDI-выхода, мы можем управлять тем или иным инструментом. Давайте я сверну эти библиотеки, чтобы они не занимались столько места и не требовалось прокручивать каждый раз. Чтобы мы видели, какая библиотека играет. Вот это играет перкуссия, синтезатор, скрипки и пианино. Первую часть задачи мы выполнили. Но, поскольку у нас это разные инструменты, соответственно и обработка для них нужна разная. А ВКонтакт один и, соответственно, номер канала в микшере для него мы тоже можем выбрать только какой-то один. Пускай это будет первый канал. И, несмотря на то, что мы вывели все библиотеки на разные MIDI-каналы, и мы можем ими всеми управлять, схема все еще не работоспособна, потому что мы не можем их обрабатывать по-разному. Видите, все выходит у нас на один и тот же канал. Несмотря на то, что разные инструменты. Как же нам решить эту задачу? Здесь все немножечко сложнее, потому что помимо MIDI-входов и выходов, существуют также аудио-выходы и входы. И они настраиваются здесь же. Мы видим, что над MIDI-каналом здесь есть output. Это как раз аудио-выход. То есть тот аудиоканал, куда пойдет наше аудио. И здесь у нас стоит везде один и тот же первый канал. Но если мы сюда нажмем, то мы не видим никаких альтернатив. То есть у нас только этот первый канал и есть. И чтобы решить эту задачу, нам надо создать этот индивидуальный канал для каждой библиотеки. То есть нажимаем на output. И нажимаем create separate master output channel. И это мы проделываем для каждой нашей библиотеки ВКонтакте. Теперь у нас существуют отдельные аудиоканалы. Но как же их направить в микшер? Если я сейчас попробую поиграть, ничего не меняется. Вот я беру четвертый, беру третий MIDI-канал. Но они по-прежнему выходят на единственный аудио-выход. В ВКонтакте у нас есть такая кнопка сверху, с помощью которой мы можем отображать те или иные панели. И вот нам нужна панель выходов outputs. Здесь мы видим, что у нас есть каналы, соответствующие названиям библиотек. Но все они выходят на выход 1. Скажем так. Тут написано 1-2, но это означает правый и левый каналы. То есть 2 моно-выхода, 1 стерео. Не важно. В общем сейчас нам это не важно. Нам нужно просто поменять здесь эту цифру. Но если мы откроем ее вот так вот, просто щелчком мыши, то тут возникает желание все это закрыть, потому что ни хрена не понятно. Если даже нажать сюда попытаться, то тут просто черт ногу сломит. Ничего не понятно. К счастью, есть такая вот команда в меню. Batch functions. Clear output section and create one individual channel for each loaded instrument. что значит создать индивидуальный канал для каждого инструмента. Нажимаем ее, соглашаемся с тем, что нам тут написано. И, о чудо, для каждого нашего инструмента создается отдельный аудиовыход. Но и это еще не все. Потому что если мы сейчас попытаемся поиграть опять же в нашу третью библиотеку, она по-прежнему выходит на наш первый канал. В чем же дело, спросите вы? А дело в том, что помимо интерфейса сэмплера контакт, существует еще прослойка между ним и интерфейсом непосредственно FL Studio, поскольку это внешний плагин. И нам необходимо как раз вот сюда, под капот, на вкладку Processing. Здесь у нас внизу есть маршрутизация вот этих вот самых выходов. Да, мы можем это делать вручную, здесь направлять на тот или иной канал микшера, справа или слева от основного канала, на который выходит весь инструмент контакт. Ну, в данном случае он у нас выходит на первый канал, а если бы он выходил на пятый, допустим, то вот отрицательные значения означали бы канал левее, на один, на два и так далее. Положительные значения – канал правее. Но это все можно сделать гораздо проще, если просто нажать Auto Map Outputs. Нажимаем, у нас все каналы нумеруются в порядку. И теперь играем первым инструментом. И он выходит туда же, куда и весь контакт. Играем вторым инструментом. Он выходит на канал правее, чем основной контакт. Играем третьим инструментом. Он играет на два канала правее, то есть все по порядку идет. И вот наша перкуссия. Таким образом, задача, я считаю, решена. Давайте еще раз закрепим добавление новой библиотеки, когда вот эта вот вся цепочка уже у нас налажена. Я пока скрою наше окно Outputs, сверну библиотеку и добавлю какую-нибудь еще библиотеку, которой у нас еще не было. Ну, допустим, пускай это будут хлопочки. На новый MIDI канал она уже назначена автоматически. Но на аудиовыход она назначена на первый, который Zagiant называется. Поэтому создаем для нее отдельный. Открываем снова Outputs и заново используем вот эту вот функцию. Таким образом, все сохраняется. Здесь у нас очередной номер прописывается. И поскольку под капотом мы уже настроили AutoMap Outputs, тут все тоже уже готово. То есть все. По идее, сейчас мы делаем пятый канал, и у нас хлопочки будут как раз на девятом канале. Вы можете создавать разные MIDI каналы, как я уже сказал, с разными MIDI партиями. Все эти отдельные MIDI выходы, они просто назначены на разные каналы. Управляют разными инструментами внутри одного сэмплера Контакт и выходят на разные каналы микшера. На этом все. Ставь лайк этому видео, если оно было тебе полезным. Поделись с друзьями. А также не забудь подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. И до новых встреч. Пока.